приветствую вас дорогие друзья добро пожаловать на канал mortal spiritus наконец после непродолжительного перерыва я снова возвращаюсь к активной публикации на просторах ютуба сегодня мы снова поговорим о темных но то что я вам расскажу сегодня будет применительно к любой силе с которой вы хотите взаимодействовать взаимоотношение с силами рано или поздно будет предусматривать какой-либо договор который будет лежать в основе вашего сотрудничества зачастую он бывает в нескольких вариантов первом случае это партнерство то бишь у вас взаимовыгодные взаимоотношения следующем варианте доминируется вы что с моей точки зрения является неправильным когда вы готовы выполняется работу когда вас принуждают или когда условия выгодны для вас или вашего заказчика подумайте над этим и другой вариант намекающий на то что практик явно завершил ошибку и заработал себе неконтролируемую одержимость когда командует парадом уже не взаимовыгодные договора возможен только тогда когда вам удалось наработать связь с избранным духом и испытать его то есть убедиться в том что это именно тот кого вы ждете они низкочастотные инферно которые маскируются под заданный образ но и тогда собственно работа происходит двух вариантах первом случае практик озвучивает свой запрос и уточняет усилы что он должен для этого сделать во втором случае практик без каких-то надежд и ожиданий служит силе во всем полагается на нее ну естественно есть какие-то ожидания внутренние подсознательные получите сложить какие-то бонусы но практик собственно на что не рассчитывает он доверяет ведению силы которая стоит за ним некоторые магические традиции предусматривают обеты и обещания и прочие клятвы я не рекомендую когда-либо этого делать потому что вы не знаете сколько времени вы будете заниматься магией прекрасно если вы будете посвящать этому всю жизнь вдруг завтра у вас родится ребенок вы перейдите в другой город или вообще ваша позиция восприятия сменится что будет дальше хочу поделиться историей которая произошла с одним моим знакомым который начал нарабатывать связи с темными и хочу сказать что он добился значительных успехов в этом делании и все было прекрасно ровно до того момента как решил изменить или трансформировать свою традицию наверное все не было бы так фатально если бы он не заключал договоры и не давал обещание на своем разрубленном кресте что он будет служить демоном темным на протяжении всей своей жизни то есть человек еще не наработав связь с новыми силами решила обмануть темных трансформировать свое видение убедив себя в том что сила с которой он когда-то знался никогда не сможет его наказать обидеть преследовать и если он несколько раз в день совершает молитвенные и медитативные практики он уже находится на каменном тут то было сила лишила его просто всего во первых начале здоровья потом карьеры потом начали происходить проблемы в его семье и темная сила полностью разрушила итог всегда думайте над своими обещаниями и обетами в состоянии ли вы их сдержать есть боги и силы способные вас простить но например то что касается темных как я уже писала в одной из своих статей в принципе это касается весел смерти там нельзя допустить ошибку ошибка может стоить вам собственной жизни или жизни ваших близких зачем так рисковать лучше придерживаться экологичных взаимоотношений с силами то есть это те самые два пути о которых говорилось ранее в первом случае сотрудничества когда вы слышите или видите то чего от вас хотят и вы уже сами принимаете готовы это отдать или нет то есть там может быть такой элементарный запрос оси например отнести кусок мяса на перекресток я думаю что это не будет сложным и во втором варианте например решить собой своих близких я сомневаюсь что кто-либо будет согласен на это и следующий вариант он уже такой более монашеский но отчасти в основе этом лежит и жреческий путь когда вы полностью полагаетесь на силу это не значит что вы отрицаете свою волю именно в подобном учении и тренируется человеческая воля то есть когда он не находится на так называемой мягкой кроватке получает все лавры и у него стоят силы с опахалом и решают за него все его проблемы нет силы наоборот моделирует те или иные ситуации для того чтобы проработать или трансформировать свою личность тем самым этот самый человек выводится на совершенно другой диапазон восприятия мира то есть через боль трансформируется личность и не обязательно то что это будет боль например сила может вас испытывать через состояние которое она будет вам транслировать непосредственно для калибровки например моем случае когда я начала взаимодействовать с вами мне очень тяжело было выносить вот это вот давящее депрессивное состояние которое было непосредственно связано с тем что вот темные энергии приблизились ко мне и мне нужно было к этому просто привыкнуть это нужно было претерпеть и это было тоже своего рода проверкой возьмем даже некромантию нужно обладать очень большой силой воли для того чтобы заставить себя в любую погоду чесать на кладбище и проводить там практике человек подойдет к окошку посмотрят и скажет ах дождь мокрый сыра никуда я не пойду схожу завтра или выходные а истинный адепт который действительно хочет он оденет обувь оденет плащ и пойдет неважно ему что там вообще происходит на улице главная цель очень важно запомнить следующее правило ровно то что вы ждете от силы ровно то она вам дает то есть если человек приходит для того чтобы стать практиком сила дает ему знание и видение ровно на этом уровне если человек идет за знаниями то сила отвечает ему точнее отвечает на его запрос давая ему знания и практического и теоретического характера сила всегда знает ваше сердце и осознает и идентифицирует для чего пришли в мир магии подумайте пожалуйста над этим ну что же на сегодня у меня все берегите себя своих близких и самое главное думайте о последствиях о своих обещаний и о корректности условия работы с силами всего вам доброго прошу меня поддержать лайком и пальцем вверх берегите себя своих близких и да перебудет с вами сила